В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Государственная программа «Доступная среда» активно реализуется на территории муниципалитета. Главное, чтобы жители довольны были. А в этой локации жители очень довольны. В Ленинском городском округе проведут масштабные работы по замене теплосетей. Их состояние требует серьезных вложений, серьезных замен. Доброта побеждает. Глава Ленинского городского округа наградил лауреатов конкурса видеороликов «Как я провел день добрых дел». Конкурс для того, чтобы школьники не стеснялись рассказывать про себя, про свою школу, про то, что вы делаете. Государственная программа «Доступная среда» активно реализуется на территории Ленинского городского округа. Небольшой пандус способен сделать жизнь маломобильных людей чуть комфортнее. Так случилось, видно, на Битцевском проезде, где побывал наш корреспондент Максим Козлов. Казалось бы, вот она, благоустроенная аллея для прогулок. Всего пара-тройка ступенек. Но для мамы и ребенка с ограниченными возможностями здоровья эти несколько метров – непреодолимая преграда. Об этом нам рассказала жительница дома номер 9 по Битцевскому проезду Инна Живодрова. Приходилось объезжать несколько домов. Тоже не беспрепятственно, особенно в зимнее время, и небезопасно, потому что машины навстречу выезжают и все прочее. И, наконец-таки, удалось решить вопрос со спуском, съездом на аллею. В течение трех недель на этом месте не только оборудовали пандус, но и дальше сделали плавный съезд уже непосредственно на саму аллею. Теперь им могут пользоваться не только маломобильные люди, но и мамы с колясками, и молодежь на самокатах и велосипедах. Изначально пандус планировали покрасить в оранжевый цвет, чтобы гармонировал с ближайшим домом. Но для таких конструкций предусмотрена более практичная серая краска. Впрочем, эта деталь для местных жителей большого значения не имеет. В предварительной организационной работе по строительству пандуса принимали участие работники прокуратуры, одной из функций которой является надзор за соблюдением прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Прокуратура всегда восстанавливает и стоит на защите прав несовершеннолетних. Поэтому совместно с администрацией Ленинского городского округа, с МОБЛГУ, был восстановлен и организован беспрепятственный допуск, как мы можем видеть, к зоне отдыха ребенка с ограниченными возможностями. Уже сегодня рабочие приступят к покраске пандуса, облагородят и прилегающую территорию. И хотя пока конструкция выглядит несколько непрезентабельно, уже сейчас видно, что все сделано качественно. Мы принимаем работу, потому что главное, чтобы жители довольны были. А в этой локации жители очень довольны. И все рады, что наконец-то долгожданный пандус появился. За последнее время это не первый пандус сделан. В ЛК-70 тоже сделали долгожданный пандус. Таким образом, государственная программа «Доступная среда» активно реализуется на территории Ленинского городского округа. Пока еще здесь лежит строительный мусор, но через два дня его уберут. И пользоваться новой конструкцией можно будет беспрепятственно. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. В Московской области летом планируют провести масштабные работы по реконструкции и замене теплосетей. Не станет исключением и Ленинский городской округ. Об этом на встрече с местными жителями и старшими по домам рассказала заместитель главы муниципалитета Татьяна Калямина. Проект стартует, все детали и нюансы еще оговариваются и согласовываются. Но известно главное, заменены будут основные центральные теплопроводы, от которых снабжается весь город. Сметная стоимость проекта более 200 миллионов рублей. Теплотрассы у нас достаточно большой период назад были построены. Соответственно, их состояние требует серьезных вложений, серьезных замен, серьезного ремонта. Вот поэтому мы и хотим, чтобы люди нас поняли, услышали и немножечко потерпели. Вот эти неудобства, которые мы им создадим. Встреча прошла на советском проезде. Именно здесь будут проводиться работы по замене центрального трубопровода протяженностью почти 200 погонных метров. А всего адресов в городе 4. По проспекту Ленинского комсомола, от ветлечебницы до круга у поликлиники. Также от ПЛК 74 до Советской улицы 30 и в 6 микрорайоне, в районе 4 дома Куальховой. С 15 мая начнется проектная работа. Все выяснится в проектных работах, что, когда и как будет перекапываться, на какую глубину, куда грунт и так далее. Но то, что это необходимо завершить до 15 сентября, это однозначно. Потому что 15 сентября округ получает паспорт готовности к отопительному сезону. Жители Видного просят с пониманием отнестись к будущим возможным неудобствам. На кону следующий отопительный сезон. Кто эти люди, которые обеспечивают телевидением Ленинский городской округ? Сами они не на виду, но их работу видят все жители. Сотрудники инженерной службы накануне отметили свой профессиональный праздник. С днем радио и связи специалистов муниципальной организации поздравил генеральный директор Видновской дирекции киносети Павел Русаков. Инженерная служба связи и телевидения Видновской дирекции киносети предоставляет услуги по трансляции телевизионных каналов, в частности муниципального телеканала «Видное ТВ» на всей территории Ленинского городского округа. Помимо этого работники осуществляют и техническое обслуживание и телефонных канализаций. Техника идет вперед, поэтому приходится соответствовать всем техническим требованиям, повышать квалификации специалистов, соответствовать всем современным требованиям, ну и предоставлять людям качественный сигнал телевизионный. Сейчас основной фокус развития предприятия направлен на увеличение количества транслируемых каналов и расширение абонентских сетей. В подразделении муниципальной организации работает более 25 человек. Многие из них трудятся здесь с основания. Большую часть жизни эти люди посвятили профессии. Работа, любимая работа. Я занимаюсь уже 40 лет. Да, с 84-го года. В связи с профессиональным праздником генеральный директор Видневской дирекции киносети Павел Русаков вручил лучшим работникам подразделения почетные грамоты и благодарственные письма, отметив добросовестный труд и высокие профессиональные качества каждого сотрудника. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Ученик 11-го класса Видновской школы номер 7 Герман Ковалев стал призером Всероссийской олимпиады школьников по технологии с проектом гибридной багги. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Герман Ковалев с детства интересовался автотранспортом. Сначала лепил из пластилина маленькие модельки машин. Потом стал делать макеты из пластика и так постепенно развивал в себе талант конструировать автомобили. В 9-м классе молодой человек сам собрал электрический картинг. С этим проектом он победил в региональной олимпиаде. А вот в прошлом году на Всероссийской олимпиаде в Казани удача Германа обошла стороной. Но школьник не расстроился. Наоборот, собрался силами и решил попробовать еще раз. Еду в автобусе и думаю, почему не получилось, почему не понравилось. И вот съеду и думаю, надо создать гибридные багги. У меня в прошлый картинг был электрический, а тут я решил совместить два вида источника энергии и создать такой принцип гибрида, последовательный гибрид, когда электромотор подпитывается аккумулятором, а аккумулятор подзаряжается генератором. На сборку гибридного багги Герман потратил год. Для этого ему потребовалось высококачественное оборудование и материалы. За ними он обратился в молодежный инженерный центр МГТУ имени Баумана. Какие-то запчасти брал на металлоразборке. Некоторые детали пришлось покупать. В этом Герману помогли родители, за что он им очень благодарен. Большой вклад в развитие юного инженера внесла наставница, учитель технологии Евгения Клейкина. И вот такая вот работа в команде нам действительно помогла добиться результатов. То есть его какие-то навыки, его умения, плюс мои навыки, умения, просто поддержка. И вот такая команда дала результат. Со своим гибридным багги Герман Ковалев стал призером Всероссийской Олимпиады, которая в этом году проходила в Москве в Университете Дружбы Народов. Он вошел в пятерку лучших, обойдя старшеклассников из других регионов нашей страны. В Олимпиаде есть четыре номинации. То есть информационная безопасность, робототехника, культура дома и техника и техническое творчество, в которой я и участвовал. В моей номинации участвовало 45 человек, среди 45 человек со всей России. У Германа Ковалева грандиозные планы на будущее. Он хочет поступить в технический вуз и мечтает создать свою марку автомобилей. Хороших поступков никогда не бывает много и добротой нужно обязательно делиться. Это доказали участники конкурса, организованного главой Ленинского городского округа. Ребята из образовательных учреждений муниципалитета отправляли видеоролики на официальный телеграм-канал Станислава Катарова, в котором юные блогеры показали, как провели День добрых дел. Кто оказался добрее всех, расскажем в нашем следующем сюжете. Для учащегося видновской школы номер 7 Игоря Шумилина победа в конкурсе стала большим сюрпризом. И хотя волонтерство уже несколько лет занимает важное место в жизни Игоря, публично о своих добрых делах он рассказывал впервые. В своем видеоролике я рассказал, почему важно принять участие в данной акции, для чего они проводятся. Я просто поставил телефон на полку, повесил флаг России на стену с логотипом того мероприятия, и записал с подготовленным хорошо текстом, прорепетировал. Монтаж не потребовался, потому что все и так было хорошо. С победителями конкурса и их родителями встретился глава Ленинского городского округа. В уютной обстановке за чашкой чая Станислав Катаров пообщался с ребятами и поблагодарил их за творческий подход к созданию видеороликов. А главное, за важные качества для любого человека, доброту и отзывчивость. Очень важно, чтобы каждый, кто участвует в этом, а участников у нас было немало, конечно, меньше, чем хотелось бы, но немало. И это вот эти все подарки и конкурс, он для того, чтобы школьники не стеснялись рассказывать про себя, про свою школу, про то, что вы делаете. Всего в конкурсе приняло участие более ста мальчишек и девчонок, но призерами видеосоревнования стали лишь три школьника. Всем лауреатам Станислав Катаров вручил умные колонки. Еще одна победительница – Дарья Харитонова, которая по семейным обстоятельствам не смогла присутствовать на встрече, также обязательно получит свой подарок. В губернаторском проекте «Доброе дело» и вот в частности 27 апреля в Дне Добрых Дел у нас приняли участие практически все школьники в разном формате. И понятно, что они эти «Добрые дела» делают, конечно, не ради наград, но это такой приятный бонус. И снова благородный поступок. Максим Брусенцев разделил победу со своим лучшим другом Самиром Мунуровым. Еще до оглашения результатов Максим принял для себя решение, что в случае выигрыша передаст приз Самиру, так как у него самого такая станция уже есть. А теперь давайте договоримся, кто кому вручает. Я сначала, да? А потом Максим передает, да? Договорились. Давай, Максим. Я очень рада, что мы вдвоем выиграли. И так как у меня уже есть такая колонна, ну не такая, я передаю ее Самиру. В завершении встречи Станислав Катаров рассказал, что подобные конкурсы планируют проводить как можно чаще, а ребята, в свою очередь, пообещали главе, что будут продолжать помогать. Ведь доброта не уходит на каникулы. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Видновской центральной библиотеке подвели итоги конкурса «Славные даты России». Юные патриоты представили произведения на тему военных лет, а также исполнили танцевальные номера, посвященные любви к родине. «Славные даты России» – такое название получил конкурс, нацеленный на культурное просвещение детей и на укрепление духа патриотизма подрастающего поколения. Традиционно мероприятие проводится накануне значимых дат. В 2024 году оно приурочено ко Дню Великой Победы и приближающемуся дню рождения выдающегося русского писателя Александра Пушкина. Детки не только рисуют и делают поделки, но и читают на эти знаменательные славные даты, читают произведения. Это патриотическое воспитание детей и сохранить культурное наследие нашей Родины, потому что читаются отечественные произведения, классические нашей Родины. Организаторы конкурса «Центр детского творчества «Импульс» Оценка работ проходит по трем направлениям – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и художественное слово. На днях в Центральной библиотеке прошел финал конкурса. Участники выступали с литературными произведениями. К этому привыкнуть нельзя, но смириться с неизбежно можно и нужно. Екатерина Штукарева участвует в конкурсе второй раз. В этом году ей удалось завоевать гран-при из-за произведения, посвященные ужасам войны, о которых повествовал солдат своему сыну. Я выбрала произведение «Глаза войны», потому что наши прадеды сражались за то, чтобы мы сейчас жили под светлым небом. Я считаю, что конкурс учит не забывать наши славные даты, а тем более 9 мая, который очень важен для нашей страны. Ульяна Пелюгина приняла участие в конкурсе впервые и подготовила песенный номер, посвященный дружбе. Участница отмечает взаимопонимание и поддержка особенно важны как в тылу, так и на фронте. Он посвящен дружбе, то есть так номер называется, дружба. Мы одна семья, и мы все секреты друг другу доверяем. В торжественном мероприятии принял участие заместитель благочинного церкви Видновского округа Ирей Николай Шапарев. Он отметил, тема конкурса особенно актуальна в наше время. Они заставляют нас задуматься о самом главном и о том, что мы должны стремиться к миру. И, конечно, задуматься о том, через что прошла наша страна и проходит. И как много нужно поддержки нам, даже простым людям, тех людей, которые там сейчас на фронте сражаются. 11 чтецов на конкурсе «Славные даты России» 2024 года завоевали Гран-при. Их актерское мастерство, ораторское искусство и голос оценивало компетентное жюри. Но Владимир Бугров уверен, в искусстве художественного слова проигравших нет. Самый сложный критерий – это понимать то, о чем ты читаешь. Как ты выходишь на сцену, с чем. И молодцы эти дети, что очень великолепно они справились с этой сложной задачей. Если вы уже вышли на сцену, значит, вы уже герои. Вы победители. Конкурс ежегодно собирает сотни желающих показать свои изобразительные и читательские навыки. В этом году в «Славных датах России» приняло участие 218 человек. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Мероприятия, посвященные Победному маю, продолжаются весь славный весенний месяц. Так, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны на аллее славы города Видное, собрались сотрудники управления МВД и возложили цветы к Вечному огню. В торжественном возложении цветов к Вечному огню на аллее славы города Видное участие приняли не только руководители и сотрудники управления Министерства внутренних дел по Ленинскому городскому округу, а также ветеранов МВД и представители общественного совета. Особая благодарность руководству нашего ВВД, так как ветеранская организация в тесном контакте работает. Мы проводим различные мероприятия, стараемся, чтобы жизнь пенсионеров и ветеранов была лучше. Местные жители и гости города тоже присоединились к акции, чтобы почтить память погибших в жестокой войне. Долг каждого – хранить память о подвиге дедов и прадедов, передавать ее последующим поколениям и не дать врагу переписать историю. Это великая победа. Мы передаем нашим детям, нашим детям друзей. Всем передаем. Не стоит забывать, стоит всегда чтить. Среди погибших в годы Великой Отечественной войны немало представителей правоохранительных органов. И сейчас сотрудники министерства отважно защищают родину в ходе проведения специальной военной операции. Завершилась церемония троекратным залпом из боевого оружия в память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны. Заряжай! Огонь! Заряжай! Огонь! Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok